Девушки отдыхают Теперь туда экскурсии ходят Майор говорит, у Розочки молоко пропало Козу зовут, Роза Хорошо Алло, вы меня слышите? Тамара Петровна редколлегия, а потом она сразу же в командировку Успокойтесь, пожалуйста Все ваши эпитеты вы можете послать на пейджер по телефону 000 абоненту 1286 Мы их обязательно напечатаем Козел Ну ты даешь? Ты что делаешь? Она тебя все утро искала Ты что, дома не ночевал? Ты где был вообще? Все потом Я такой материал раскопал Бомба! Явился наконец? Заходи Тамара Петровна, можно я сегодня пораньше уйду? Я Балаяну обещала помочь Там стол накрыть, в магазин сходить Да, конечно, только я надеюсь, что вы гульбу не в редакции устроите А то пенсионеры из дома напротив опять будут милицию вызывать И жалуются на разврат в рассаднике разврата Да не было никакого разврата Мы пели и плясали культурно Вот петь и плясать культурно будете сегодня внизу у Балаяна Угу, хорошо Тамара Петровна Распишитесь, пожалуйста, на поздравление Подарок купили? Да, конечно Александр Алексеевич, и вы тоже Балаян Джигарханян, сильная рифма Ты помнишь, что везешь меня в аэропорт? Да-да А я тебе говорю, патроны с красной насечкой стартовые Газовые Да стартовые Давай забьемся на пиво Давай, давай На сколько? Семь бутылок Три Пять Хорошо Привет Здоров Толен, разбей Угу Пожалуйста А что за базар? Да у парня конфисковали на рынке Андрюха говорит, газовый И я говорю, газовый Но вот эти патроны, они стартовые Газовые Стартовые А на что, спорили? На пиво Ага Ну тогда, на старт Внимание, марш! Кто стрелял? Следственный эксперимент, Георгиевич Все, мужики, за пивом Глаза не три, хуже будет Идиоты А что это вы здесь делаете? Воздухом дышим Что ты там говорил по поводу своего компьютера? Давидовс накрылся Какую-то заразу подхватил Ты оставь ключи от кабинета Я поработаю на твоем компьютере Поработай Вот ключи Только сам заразу не подхвати Ну, Тамара Ты же знаешь Я исправился Горбатого могила исправит И не нажирайся у балаяна Опять как свинья Опаздывай, Шура Опаздывай Уважаемые господа От имени и по поручению коллег А также безвременно нас покинувшей Тамары Петровны Я хочу поздравить нашего любимого художника А также по совместительству гробовых дел мастера Валерия Балаяна со славным юбилеем Поздравляю, поздравляю Поздравляю Спасибо Спасибо Ну, Шура Старик, опаздываешь Давай И штрафную Непременно штраф Штрафную На, Шурик Валерия Убери ты эту мерзость со стола И так состояние такое Тошнит, как беременный Кофе, наверное, перепил Слушай, сам ты мерзость Это же моя модель, натурщица Василиса прекрасная Я с нее царевну-легуху ваяю На заказ ваяешь? А то как же Ну и как, получается? А куда же наденется, а? У меня вот никак не получается Сегодня полдня проработал Все как от ерунда выходит Как будто я писать разучился А ты что, на заказ стал писать? Поздравляю Вот ты расскажи То дороже Честь или любовь? Ну, конечно же, любовь Ее ни за какие деньги не купишь А честь, дорогая моя Ее разве купишь? Между прочим Царевна-легушка Превращалась В Василису Премудрую У меня Василису Прекрасную Я боюсь мудрых женщин Так, ну что там с этими двумя трупами на свалке? Выяснили, кто такие? Ну, скорее всего, нелегалы Китайцы или вьетнамцы Смерть наступила от удушья Хотя никто их не душил Эксперты говорят, что Сами где-то задохнулись Ну, обход рынков и землячеств Ничего не дал Никто не заявлял Никто не пропадал Боюсь, что на нас еще Два глухаря повисли А вы не бойтесь Знаете, как Нина Федоровна моя говорит? Глаза боятся, а руки делают Работать надо Свидетелей искать надо Ну, со свидетелями ты на свалке Не особо разбежишься Правда, отловили одного бомжа Ну, который там столуется Говорит, ночью видел фуру незнакомую Там, где утром трупы нашли Верх вроде синий Может, зеленый или коричневый Он что, этот? Ну, который цвета путает Дальтоник Да, он самый Да нет Обыкновенный алканавт Просто ночью темно, Юрий Александрович А, я знаю, что ночью темно А работать все равно надо А у вас вечно свидетели То глухие, то слепые Нет, он еще какое-то животное То ли дигра, то ли барса на борту у фуры разглядел Но он нарисовать по памяти не может А я и без памяти нарисовать не могу Ну, работать-то надо Вы в зоопарк его водили? Зачем? Опознание зверя Гениальная мысль Мы ему картинки показывали, Юрий Александрович Ну? Ну, говорит Боюсь ошибиться То ли этот зверь, то ли другой Но, говорит Мамы клянусь, что хищные звери семейства кошачьих Ну вот и ищите теперь Кошку Стогу сена Давай, давай Молодец Красавица моя Ты просто супер Супер-пупер Горько, господа Горько! 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 Я не понял У нас свадьба или юбилей? Какая разница Главное, не похороны Ты где была? В редакции письма отправляла срочные Где Шурик? Главное, диванчики прилег Перебрал, видимо Тебе дорогу-то затрону Кошмар! Ах! Питал! 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 Я ничего не понимаю Он же никогда не жаловался на сердце Почему же оно так внезапно остановилось? Ну, это только одному богу известно Скажите, а его не могли чем-нибудь отравить? Питал! Я вам еще раз повторяю Со всеми своими подозрениями Обращайтесь, пожалуйста, в милицию Да, хорошо. Спасибо. Всего доброго. По заявлению вдовы умершего журналиста в ходе дознания была проведена токсикологическая экспертиза. Экспертиза показала наличие в организме повышенного содержания талия, что могло привести к внезапной остановке сердца. Правда, это предварительные сведения. Окончательное заключение будет позже. Утверждать, что это был яд рана, хотя талий туда входил. Пришлось возбудить уголовное дело. Ох, ох, ох. Час отчеству не легче. Как это жена догадалась? Что, она подозревает кого-нибудь? Будем выяснять. Возможно, убийство связано с его служебной деятельностью. А самоубийство мы сходу отметаем? Юрий Александрович, для этого не обязательно садиться за юбилейный стол. Да. На самоубийство это не похоже. Но все равно работать надо. Проверим. И еще в кармане пальто покойного. Жена нашла две тысячи долларов. О происхождении которых ей ничего не известно. Ничего себе за ночку мужика. Да ты знаешь, сколько эти писаки на выборах себе черным налом зарабатывают? Тебе и не снилось. Четвертая власть. А хуже нет, когда власть замешана. Хоть первая, хоть четвертая. А с журналистами, тебя вообще лучше дела не иметь. Политика. Ой, да все у них политика. Помните газеты, шумиху подняли? Убили их коллегу. Борца о свободе слова. Потом выяснилось, что он бордельера дома открыл. Борец за свободу любви. Свои же товарищи по партии замочили. Ну, это нас не касается. Лично интимная жизнь. Но убийцу журналиста обязаны найти. Как там со свалкой? Нашли машину с хищником? Ищем. Ищем. Но основные усилия направьте на журналистское дело. Ни к чему нам лишний шум. Вдова, она же главный редактор газеты, понятливая попалась. Обещала шум пока не подымать. Ну и слава богу. Идите работать. Ну, просмотрел я. Подшивку за год. Кто с кем спит. Конкурс на лучшую попку. Ну, а где ты сейчас видел газету без женской попки? Они на все готовы ради повышения тиража. Им детей кормить надо. Привидение, исповедь мастурбатора. Вот, оказывается, чем нынче детей кормят. Но раньше была колонка агитатора. Хрен редьки не слаще. Но наш покойный занимался серьезными статьями. Был материал очень острый по нефтебазе. Кандидатов депутата, голая правда. Финансовые пирамиды. В общем, многим насолил. Вряд ли задним числом стали бы травить. Я думаю, надо проверить его последние публикации. Вот последние. Было на него нападение. Угу. Покушение? Ну, ничего особенного. Подождали в подъезде. Сильно не искалечили. Глаз подбили. Очки разбили. Хотели попугать, наверное. Толь, проверь. Угу. А бытовую версию мы исключаем. Ну, там, ревность, зависть. Любовь. Морковь. Да, в общем, надо все проверить. Все лаборатории в городе, где используется талий. Настя, займись женской половиной редакции. Я возьму на тебя вдову. Ну, а ты, Андрюк, займись сильным полом. Это надо еще посмотреть, кто у нас сегодня сильный пол. А, мамочка. Ну, кто у нас сильный, а кто слабый пол, а? Поставь, поставь, поставь на место, гад, а? Поставь пол. Анатолий, а то она сейчас приемчик как-то применит. Да, пол у нас сильный, а вот потолок низкий. Потолок у нас действительно низкий. А то б тебя на шкаф посадил. Привет. Вообще-то, Шурику грех было завидовать. Представляешь, что значит быть под каблуком и дома, и на работе. Нет ничего хуже, чем жена, начальник. Когда-то он сам с шефа ходил. Где-то на севере, при старом режиме, редактором областной газеты был. Пока не разжаловали, из партии не выгнали. За пьянку? Он особо никогда этим не увлекался. Там темная история вышла. Вроде у них газета вышла с фотографией. То ли Брежнев с Сусловым целуется, то ли с Хонекером. А под клише, без отбивки, статья на медицинскую тему. Заголовок крупными буквами, 24-м кеглем. Осторожно, Аскариды. Ну, сам знаешь, что по тем временам. Ну, и углядели политику. Шуру из партии выгнали. Из газеты уволили. Год потом в дворниках проторчал, пока Тамара не подобрала, в Питер не вывезла. Потом даже гордиться начал. Из партии выгнали. Значит, борец за демократию. Ну, а журналист-то он хороший был? Журналист он был что надо. Пол газеты на нем. Тамаре бы с него пылинки сдувать, а не орать по делу и без дела, как торговка базарная. Извините, что сразу после похорон. Да ничего, я понимаю. Видите, я сама уже на рабочем месте. Газеты, никуда не денешься. Тамара Петровна, в первую очередь меня интересует, были ли вашему мужу угрозы, или, может, у вас есть кто-то на подозрении? Ну, вот так конкретно кого-то я подозревать не могу. Угрожали мужу неоднократно, как, впрочем, и все редакции. Угу. Недоброжелателей у нас хватает, и судились мы не раз. Понятно. Вот интересная психология. Когда воруют миллионами, не стыдно. А в газете напечатаешь, ой, ай, как я людям в глаза смотреть буду. А, честно говоря, по большому счету мне начать на это. Вот что люди хотят читать, то мы им и даем. Вот поэтому и приходится печатать о том, как козу изнасиловали, или какого цвета трусы у Киркорова. Давайте вернемся к угрозам. Недавно на вашего мужа было совершено нападение, так? Да, мы писали об этом. А почему он не подавал заявление? Подавал. Потом забрал. Ходить по следователю у него просто времени не было. Кофе хотите? Инга А. А, да. Секретаршина больничном. Да, и сахара нет. Так что, извините, кофе отменяется. Ничего. А что ваш муж расследовал в последнее время? А, готовил материал о районном главвраче санэпидемстанции Горимыкиня. Тот купил себе трехэтажную избушку в пригороде, не считая квартиры и двух джипов. Так вот, Ширик посчитал, что если бы этот Горимыкин лет пять ничего не ел и не пил, то его бы зарплаты хватило только на забор вокруг домика и крылечко. Горимыкин. Интересно. А что дальше? Приехал этот Горимыкающий в редакцию, поговорил с Шурой и уехал. А о чем разговаривали? Я не знаю. Дело в том, что Шура даже мне никогда не рассказывала ничего, когда занимался расследованием. Ну, а самое последнее. Очень его интересовала фирма Джуль Барс. Джуль Барс? А чем эта фирма занимается? Да чем только не занимается. Но его особенно заинтересовали склады. Потому что в день моего отъезда он пришел и сказал, что всю ночь провел в засаде. А вот в засаде он провел или у подруги. Пойди теперь, разбери. Что, простите, случались подруги? А у вас не случались? Вот и у Шурика случались. Да ничего серьезного, так. Посудомойка из кафе. Официантка. Комплексы свои изжевал. Вам же мужикам трудно терпеть рядом с собой успешную женщину. Последний вопрос, Тамара Петровна. Вот те две тысячи долларов, которые нашли у него в кармане, вы можете предположить, откуда они взялись? Я не знаю. Здравствуйте. Ну, чем порадуйтесь, господа хорошие. Я в главки иду. Что прикажешься доложить по последним дням? Ну, вот есть окончательное заключение экспертизы. Насильственная смерть путем введения в организм талия. Что привело к сердечной недостаточности. Доза была не смертельной, но может быть какой-то стресс. Важно понять, как и когда отрава попала в организм. А с гостей на банкете никто не мог подсыпать? Не мог, Юрий Александрович. Во-первых, Слуцкий опоздал. И когда пришел, уже плохо себя чувствовал. Во-вторых, токсикологи меня просветили, что талий действует не сразу, а постепенно. А что из себя представляет этот талий? Порошок белого цвета, без вкуса и запаха. Подсыпать его элементарно. Он, талий, кстати, входит в состав крысиного яда. Так, может, он сам этим крысиным ядом отравился? Ага, шел по улице, случайно нашел пакетик и скушал из-за попытства. А покойный в последнее время копал под Горемыкина, главврача санэпидемстанции. Они травят крыс. Значит, талий у них должен быть, так? Логично. А перед смертью журналист собирал материалы по фирме Джульбарс. А на складе тоже могут быть крысы? Могут. Да, придется доложить в главке, что журналиста крысы отравили. Мы же работаем, Юрий Александрович. Так работайте. Трясите санврача, склады. А что по трупам этих двух азиатов на свалке? Вы же сами сказали, пока доставить. Как доставить? Я же сказал, основные силы бросить на журналиста, а остальные на этих азиатов. Может, там их дети матери ждут. Кого? Трупов? Очень смешно. Господин Горемыкин, незадолго до смерти Слуцкого вы приезжали к нему в редакцию. Вы не припомните, о чем говорили? О жизни. Я спрашивал, не нуждается ли в чем журналист? Не надо ли чем помочь? А чем была вызвана такая благотворительность? Ну, почему благотворительность? Я хотел ему заказать статью к своему юбилею. Ага. И что с Луцкий? Он отказался. И вы обратились к другому журналисту? Нет, почему же. Я дал ему время на размышления. И больше с ним не встречались? Товарищ лейтенант, я ведь знаю, что Слуцкого отравили. И знаю, чем. Вы меня спросите лучше. Гражданин Горемыкин, это не вы ли 15-го числа угощали обедом Слуцкого? Который неоднократно писал о вас гадости в прессе. И коварно подсыпали ему в тарелку талии из вашей лаборатории. А я в отвечу, нет. Не я. Потому что для меня это слишком мелко. Допустим. Но ведь он действительно под вас копал. Серьезно копал. А вы к нему с заказом на юбилейную статью. Почему? Потому что я привык обращаться за услугами к лучшим специалистам в этом городе. Кстати, писал он действительно правду. То, что я живу, не на зарплату. А я ведь этого не скрываю. Я просто как-то иду по улицам. Смотрю, кирпич валяется. Поднимаю, а он золотой. А журналисты там всякие из зависти готовы меня с говном смешать. А щипни я им от этого кирпичик. Так они из меня ангела сделают. Но ведь Слуцкий-то отказался. Потому что он порядочный человек был. А порядочные люди сразу не соглашаются. Их сначала совесть мучает. Ну, вас, я так понимаю, не мучает. Нет, избави, господь. Я старый, больной человек. Мне лишнее волнение ни к чему. Проходи, садись. Трудовая есть? А без трудовой можно? Можно. А паспорт есть? Есть. Работа сдельная. Днем кидаем, вечером получаем. Ага. Крузчиком работал? Да всякое приходилось. Ну, тогда можно завтра и выходить. А-а-а. Рабочая одежда своя. Ага. Тоня, он у тебя будет. Нам такие нужны. Ты не того? Только по праздникам. Ладно. Посмотрим, сколько их у тебя в году. Кто? Простите, Инга Лопухова здесь живет? Здравствуйте. Здравствуйте. Пришли все-таки. Совесть заела. Как здорова, так всем нужна. А чуть заболела, так все забыли. Но вы выглядите вполне здоровой. А как я еще должна выглядеть? Ну, ой, а вы не из редакции? Нет, я из милиции. Простите, я не представилась, старший лейтенант Абдулова. Можно? Проходите, пожалуйста. Спасибо. А я не Инга, я Света. Света Лысенко, я подруга Инги. Вы, извините, накинулась на вас. Никто из коллег ее ни разу не навестил. А у нее дома сплошной лазарет. Родители с гриппом свалились. В аптеку сходить некому. А мне тоже некогда. Я забегаю ненадолго. Еду приготовить, в магазин сходить. Чувствую же, сама уже заблеваю. На вас не дышу, убегаю. Ингош! Ты что там натворила? К тебе девушка из милиции пришла. Вы с ней повеселее там. Если она вообще с вами разговаривать будет. Уставилась в стенку, лежит и молчит. Депрессия. У нее на работе коллега умер. Инфаркт. Она у нас девушка сердобольная, лежит и переживает. Ну все, я пошла! Завтра забегу! Идите, идите. Здравствуйте. Моя фамилия Абдулова, я из милиции. Простите, но мы опрашиваем всех сотрудников в связи со смертью Слуцкого. Вы можете разговаривать? Я ничего не знаю. Ну, может быть, у вас были какие-нибудь подозрения? Или вы слышали что-нибудь случайно? Ничего не слышала, никаких подозрений. Ну, а какой-нибудь разговор, который показался странным? Нет, ничего такого не было. Вы меня извините. Вы выздоравливаете. А если что-нибудь вспомните, позвоните мне, пожалуйста. Телефон я здесь оставлю. Ой, кровища-то сколько. Сходи в контору, йодом обработай. Обойдется. Дай-ка руку. А если ржавый? Больно? Щиплет. Чего духи-то льешь, не жалко? Да, недухи и были. На хорошую-то косметику денег не хватает. Да выкинь ты этот грязный платок. Вот, сейчас мы тебе перебинтуем. Теперь я ваш должник, Толечка. Ну, вот что, Толечка. Ты все равно сегодня не работник. Ну? Сходи, не в службу, а в дружбу, в контору. Отнеси накладные. Да и топай домой, лечись. Большое вам спасибо, Тоня. А не сходить ли нам с вами в ресторан? А? Отчего же не сходить? Сходить. Только зачем же так тратиться? Можно и у меня дома посидеть. Как я люблю экономных женщин. Если бы вы знали, Тоня. Скажите, Тоня, а вот этот вот зверь принадлежит семейству хищных кошачьих? Ой, Толечка, как вы интересно ухаживаете. Ну так. Слушай, а как ты думаешь, она его не могла? Да ты что? Ну какой же дурак будет резать курицу, несущие золотые яйца? Томка ведь не только попками, изнасилованными козами тираж держит. Она баба хоть и вредная, но умная. Но Шура был умнее ее. Если он такой умный был, чего ж тогда не он был редактором, а жена? Он был редактором. Еще при коммунистах. Ну а тогда строго было. И вот Шура как-то подготовил статью ко дню транспорта про какого-то там водителя, который наездил сто тысяч километров без аварий. Заголовок должен был быть сто тысяч километров не предел. А при наборе в типографии слой предел букву Р случайно переставили. И вот представь себе, выходит газета, фото почти во всю первую страницу. Водилов цепился в баранку, глаза блюдцами и заголовок оршинными буквами. Сто тысяч километров не пердел. Все. Конец Шуриной карьере. Но у меня-то другая информация была, что там какая-то статья про аскариды. Да какая разница. Главное, что из-за каких-то буковок. А сейчас что творится? Сплошь безграмотно и никому голову не рубят. Может, оно и хорошо, что не рубят. Слушай, а может, там какая-то другая женщина была? Шершель Афам. Женщин Шурик любил. И они его любили. Но он не бабник был. Он был джентель... Джентельмен. Вот. Он самый. А в коллективе у него ни с кем романа не было? А вот про это Шура никогда не трепался. И я, извини, тоже трепаться не буду. Потому что я какой-никакой, а все-таки джентельмен. Ох ты! Тихо, 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 тихо. Тихо. Так, ты. Так. Все. Все. Разрешите, Юрий Александрович. О-о-о, агент Дукалис. Проходите. Докладываю. Гружу я, значит. Гружу. И вдруг смотрю. Мимо меня синяя фура проезжает. А на боку у нее вот такая пантера белая нарисована. И морда у водителя жуткая. Ну, как у вампира. Я сразу смекнул, что из такой фуры азиатские трупы на свалке выгружали. А она, главное, прошла мимо меня, остановилась у дальнего склада. Так. И никто к ней не подходит. Хотя видно, что фура груженая. Угу. Ну, я думаю. Завтра будем разгружать. Я посмотрю, что к чему. Так. Пришел рано утром. Один. Бац. Фура пустая. Ну, я изловчился, залез. И обнаружил тайник с матрасом и парашу. Вот так. Я по телеку видел. Вот таким вот образом через границу нелегалов провозят. Благодарю за внимание. Ну, слава богу. Граница и нелегалов, не наша и партия. Готовьте дело к передаче ФСБ вместе с двумя трупами. Пусть разбираются. И, как говорится, баба с возу, милиции легче. Юрий Александрович, я щас обижусь. Эй, девушка, твой голова-юмор есть, а? Правильно, правильно. Дукалис, а зачем вас на склад посылали? Фуры разгружать? Да я же, это, как его под прикрытием журналиста узнать. Ну, и что, узнали? А как же? Тони говорит, что мужик, похожий на Слуцкого, крутился вокруг складов, но внутрь туда не попал, его охрана шуганула. Тогда снимайте наблюдение. Может, я еще останусь? Там, похоже, паленую водку прячут. Тогда отсюда увольняйся. А то, понимаешь, пристроился нам две зарплаты. Юрий Александрович, то ли по поводу водки прав. Я вот тут нашел дискету с последней статьей из Слуцкого. Она под диван завалилась, когда он там лежал. Никто не заметил. Так здесь и пропаленую водку, и подозрения по поводу нелегалов. Дотошный был журналист. А они могли его отравить? Чтоб он дальше не копнул. Как бы упреждающий удар. Да вряд ли. Кроме нас этого никто не читал. Но кто-то ведь отравил. И потом никто не знает, откуда у журналиста такая заначка. Две тысячи долларов. Это же не двадцатка на пиво. Да есть у меня предположение, откуда эти деньги. Дискета завернута в бумажку, на которой дата и время. 15-го в 12-00. Ее адрес Горемыкина. Горемыкин клялся, что видел Слуцкого всего один раз. И то за месяц до смерти. Но это еще не факт, что они виделись именно 15-го? Не факт. Но надо проверить. Ну так проверяйте. А давайте опять вот в газетах пишут. А чего вы сидите? Идите работать. Смотри-ка, и бумажку нашли, и дискеты. Молодцы. Я люблю профессионалов. К сожалению, порадовать вас ничем не могу. Журналист Слуцкого отравил меня. Так что вам еще придется работать и работать. Хотя мы действительно встречались с ним 15-го. В 12-00 он сам попросил меня встречи. А почему вы не сказали об этом в прошлую встречу? А исключительно из экономии нервов, молодой человек. Потому что вы бы сгоряча стали меня арестовывать, а мне волноваться нельзя. А сейчас вы более спокойны, потому что вы больше знаете. И я вам еще кое-что расскажу. И мы мирно разойдемся. Обещать не можем. Значит, Луцкий все-таки написал статью, а 15-го пришел к вам за деньгами. Да, да, да. Совершенно верно. Обещал, что к вечеру статья будет готова. И судя по дискете, обещание свое выполнил. Все-таки действительно порядочный был человек. Жаль только, что в тираж не успел. Подождите. Вы же хотели статью к юбилею, а на дискете-то... Вот въедливый какой. Ну хорошо, я колюсь. Я соврал про юбилей. Ну, фирма Джоль Барс отказалась мне деньги платить. Я захотел их наказать. Передал Слуцкому весь известный век компромат. Он обещал написать статью и опубликовать ее. Еще есть вопросы? Есть. Если так, то зачем Слуцкий тогда сам ночами их выслеживал? Он не выслеживал. Он совесть свою успокаивал, проверял достоверность моей информации. А когда проверил, пришел за деньгами. Но все равно так волновался, что я когда узнал о его смерти, я подумал, не отсюда ли это он руки на себя наложил. А сейчас вы уже так не думаете? Нет, нет. Ну, то ли это не тот яд, чтобы самому уходить из жизни. Так что, работайте. Работаешь, работаешь. А хорошую косметику девушке подарить денег не хватает. Так, так, так. А ну-ка в глаза смотреть. Кого ты там подцепил на своем складе? Кого я ты там подцепил? Да я там вообще как на боевом посту. Все время в нечеловеческом напряжении. Это у тебя от напряжения вся рожа в губной помаде? Где? Ладно, погодите. Слушай, Толен, а что там известно по поводу избиений Слуцкого? Ну, что участковый говорит? Участковый говорит, что не Слуцкий подавал заявление о нападении в подъезде, а его жена. Ну, муж возвращался вечером домой после работы. На него в подъезде напали двое неизвестных, молча отметили или убежали. Произошло это в восемь часов вечера. Ну, участковый начал опрашивать жильцов, и вдруг одна бабуля говорит, что в подъезде она ничего не слышала, а слышала дикий ор в квартире у Слуцких. И было это часов в семь вечера. А потом он решил опросить лично Слуцкого. Кто-то вообще-то как-то удивился заявлению и, как он говорит, в герроте порвал его. При этом прям при нем по участковым игнорал, что жена, дескать, из-за своей газеты хочет из-за него подлеца сделать. Ни участкова, ни я ничего не поняли. Да, неспокойные дела в семейке. Что-то мы упустили в своих изысканиях. Слушай, Андрюх, попробуй еще раз разговорить Балаяна на амурные темы. Выдавай на представительские расходы. На. Во, блин, а мне на духе для Тони. А ты натурой расплатишься. Здравствуй, Валер. А, наша доблестная милиция, заходи. Ну, как сам? Жив после вчерашнего? Я тебе тут пиво принес. Нет, спасибо. Когда я работаю, я не грамма. Ты ж ее вроде закончил. Или что, нет предела совершенству? Не нравится мне ее морда-лица. Такой царевны только детей пугать. Ну, как следствие-то, продвигается? Понемногу. Валер, ты мне хоть намекни, кто мог Слуцкого перед смертью побить? Это ложный след. Так у вас говорят? Ну, не томи. Или его не избивали? Избивали. Ну, так кто? Чего ты время тянешь? Не будем тратить время и деньги налогоплательщиков. Ты, налоги платишь? Ладно, только между нами. Тут никакого криминала, а мне здесь еще работать. Томка Шурика поколачивала, жена родная. Да ты что? А что? Бьет, значит, любит. Он погуливал, она поколачивала. Дела семейные, вот поэтому я до сих пор и холостой. Так, а может быть, и он ее тоже поколачивал? Нет. Женщину нельзя ударить даже цветком. Это про него. А что же они тогда статью опубликовали об избиении? Не они, а она, редактор наш. А и что, скандалов больше, тираж выше. А ради тиража она кому угодно морду изобьет. Страшная женщина. А вот интересно, зачем Слуцкому понадобились левые деньги? Он не пил, в казино не играл. Остается еще одна затратная статья. Любовница, что ли? Молодец, соображаешь. Для молодой, любимой женщины. А так, может быть, жена его и того, из-за любовницы, да ради тиража? Валера! Шефиня просил эту статью оформить поинтереснее, с клубничкой. Постараюсь. Ну, ты как, нормально себя чувствуешь? Да ничего. Сплю только плохо. Ну, ты заходи просто так, не стесняйся. Зайду. Да. Кто такая интересная? Секретарша наша. Новая? Почему новая? Старая, Инга. Инга? Я ее не узнал. На похоронах совсем другая была. Да, она у вас такая. Как царевна-лягушка шкуру сбрасывает. То лягушка, то царевна. Это же я с нее русалку-то писал. Так у тебя с ней, наверное... Да ты что? Она же была подруга моего. Так. Ну-ка, лись, Валера. Значит, у Слуцкого с ней роман был. Ничего от вас, сыщиков, не скроешь. Но я тебе скажу, она не могла. Она его не просто любила, она его обожала всеми, так сказать, фибрами. А че ж ты раньше молчал? Да не хотел, чтобы вы ей нервы трепали. Вон на том самом диванчике, на котором Шурик умер. Они и миловались. А когда Слуцкому плохо стало, она здесь была? Да в том-то и дело, что нет. Инга как раз уходила, ей нужно было отправить какие-то срочные письма, а когда вернулась, все было кончено. Ну, так что ты там насчет пива-то говорил? А зря мы сразу зациклились на этих журналистских расследованиях. Любой человек, кем бы он ни был, журналистом, трактористом, сотрудником убойного отдела, прежде всего он мужик, правильно? Абсолютно. Да, интересно, в них треугольничек сложился. Но у Инги я пока не вижу мотивов для убийства. Ты же говорил, что она любит Слуцкого по-настоящему. Это со слов Балаяна. А мало ли что, от любви до ненависти один шаг. А может, жена била-била, колотила и решила отравить? Я думаю, что Тамара можно вообще исключить. Представьте, подсыпала мужу яд, потом сама же настояла на проведении экспертизы. Врачи констатируют сердечные приступы, все шито-крыто. Но тогда не было бы скандала. А он ей на руку. Погодите. Ты говорил, что 15-го у Слуцкого компьютер уже не работал. Он не работал уже 14-го, а починили 17-го. Значит, он набирал текст где-то в другом месте. Ну, явно не дома. Я проверял. А что, нет проблем? В редакции сел за любую машину и набрал. А вот это уже я проверял. Ни за какую машину он не садился. Так, значит, утром Слуцкий был в редакции, потом отвез Тамару в аэропорт, на обратном пути заехал к Горемыкину и чувствовал себя нормально. Давайте представим, что Горемыкин его не травил. Значит, его отравили там, где он набирал текст. Соловец слушает. Я с химзавода звоню. Я здесь в отделе кадров проверяла всех сотрудников химической лаборатории. И вот что обнаружила. Здесь работает Светлана Лысенко. Я с этой Светой столкнулась, когда приходила к Инге на квартиру. Да. Понял. Спасибо, пока. Но вот это уже кое-что. Настя звонила из химзавода. Подруга Инги, ну, секретарша, работает в лаборатории, где использует талии. А она с этой подругой говорила? Пока нет. Вот что. Съезжу-ка я к Тамаре Петровне с Луцкой. Кое-что выясню. Георгич, мне Балаян сказал, что Инга посреди банкета сорвалась наверх в редакцию отправить какие-то срочные письма. Проверь, пожалуйста, были ли эти письма. Светлана? Ау. Можно вас на минутку? Здравствуйте. Здравствуйте. Моя фамилия Абдулова, я из милиции. Мне очень нужно с вами поговорить. Где мы можем это сделать? А, я вас вспомнила. Вы Ингу приходили проведывать. Да. Вы подождите меня на проходной. Я сейчас быстренько все закончу и выйду. А то тут все такие любопытные. Да, говорит, родителей на даче крысы замучили. Я ей говорю, вы насыпьте крысиного яду. А зачем тебе чистый талий? А она, говорит, сыпали, не помогает. Крысы, говорит, мол, умные такие твари, они привыкли к яду. Но я ей дала. Ну, не верю я, что она могла убить его. Шурик ведь ей квартиру собирался снять. Она уж и мебель подыскивала, обои выбирала. Ну, зачем ей его убивать? Ну, может, потому что от жены не хотела уходить? Да нет, у них об этом даже разговора не было. Она ведь прекрасно понимала, что ни жену, ни дочку он никогда не бросит. Он ведь такой порядочный был. Такой порядочный. Инга говорила, что я и так с ним буду жить, потому что люблю его. Я ведь ее давно знаю, мы же с ней со школы дружим. Он ведь от сердца умер. Умер-то он от сердца, а вот Талий ему здорово в этом помог. Так и что, мало ли, откуда он мог взяться. Может, это не мой Талий вовсе. Может, Инга действительно крыс собиралась травить. Ну, пока действительно ничего не известно, поэтому у меня огромная просьба пока никому не говорить о нашем разговоре. А особенно Инге. Это в ваших же интересах. Ну, что ж, я дура, что ли? Меня ж с работы тогда уволят. Только вы разберитесь обязательно. Не она это. Ну, это как говорится, следствие разберется. Еще что-нибудь, Тамара Петровна? Нет, спасибо большое. Да я с самого начала была в курсе его романа с этой. Шурик всегда западал на ярких девок. А тут вдруг вижу, сидит, мышка такая, тише воды, ниже травы. А потом вдруг случайно вижу ее на улице. Идет, волосы распущены, глазки горят, попка оттопырена. Вот, думаю, коза. Я сгоряча даже уволить ее хотела. А потом думаю, ну, где я такую классную секретаршу найду? Ну, а теперь она мне уж вообще как родная. Горе-то у нас общее. Вы сказали, что обнаружили последнюю статью вашего мужа в своем компьютере. Поэтому уверены, что пятнадцатого числа он работал в вашем кабинете. Да. А ваш муж тоже любил сладкий кофе? Да. Так я по пустой сахарнице догадалась, что он был здесь. А в тот день утром Инга принесла полную, это я точно помню. Я до сих пор удивляюсь, как он столько сахара мог съесть. Я кофе не пила, а у меня в тот день давление подскочило. А в тот день вы поручали Инге отправить срочные письма? Нет, не поручала. Она пошла к Балаяну помогать. А ключи от кабинета только у вас и у Инги? Да. Знаете, что, Тамара Петровна, я думаю, что вам придется подыскивать новую секретаршу. Я не хотела его убивать. И ее не хотела. Я никого не хотела убивать. Я не так много и подсыпала. Я хотела, чтобы у нее не было таких красивых волос. Только и всего. Тогда Шура бы точно ко мне ушел. Я это знаю. Я думала, что выпадут у нее волосы. И все. Инга, о чем вы говорите? Какие волосы? Я думала, у нее волосы выпадут. Она станет совсем страшная. И он ее обязательно бросит. Это откуда такая дикая идея? А я в нашей газете вычитала. хрен. Я не считаю, что когда на фидели кастро цру покушения готовила, они ведь тоже его не хотели убивать. Они хотели ему в обувь тали подсыпать, чтобы у него волосы и борода вылезли, ведь фидели кастро без бороды уже не фидели кастро. И давно вы это задумали? Я ничего не задумывала. Тамару на конференцию в Таллин пригласили. Она все бегала и кричала. Таллин, 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 Таллин. А мне все слышалось. Таллий, 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 Таллий. Я сразу про Фиделя вспомнила. У меня осталось немножко. Я на даче крыс травила. Я решила ей перед самым отъездом подсыпать. Я не знала, что Шура будет там работать. У него ключей не было. Когда он умер там, в мастерской, я вправду думала, что он от сердца умер. Я только на похоронах узнала, что это я его отравила. Зачем мне его убивать? Он мне квартиру хотел снять. Я с родителями живу. Он даже нашел, где можно денег много взять. Я не хотела его убивать. Это была роковая случайность. А зачем вы во время банкета поднимались наверх? Я хотела улики уничтожить. Я в туалет оставшийся сахар высыпала. А про улики вы тоже в газетах прочитали? Нет. Я по телевизору видела. Я бы сама к вам пришла. Он мне каждую ночь снится. Мне без него жить тошно. Оттошнит меня уже от этих газет. А там опять пишут. Убийство журналиста Слуцкого. Дело рук спецслужб. Как только их тело брата журналиста касается, так обязательно спецслужб. Как будто их так не могут убить. Как нормальных людей. По бабам надо меньше ходить. А при чем тут бабы? Она ведь его случайно отравила. Не случайно, а от большой любви. Да, Слуцкий за этой большой любви за деньги и продался. Да, любовь страшная сила. Пятая власть. Что за пятая власть? Ну, если пресса четвертая была, то любовь пятая. Да, а с властью очередь связываться. Петренко слушает. А, записываю. Ну-ка, Алису, срочно позвоните Антонине. Хорошо, передам. Нет, вы не волнуйтесь, Тоня. Обязательно передам. Вы даже представить не можете, как я ему сейчас передам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!